Рад всех видеть еще раз. Зовут меня Юрий. Я из города, сейчас уже Одинцова, Московской области. Был я родом из города Новокубежска, родился в Самарской области. Своё свидетельство хочу поделиться над тем, вернее о том, как Бог изменил мою жизнь, как Бог работал над моей жизнью, как Он менял меня, как Он меня лепил как глину в своих руках. Сейчас, слава Богу. Сейчас я открою листочек. Лучше придерживаться того, хотя вряд ли это получится, тем не менее. Хочу начать своё слово, свидетельство, да, стихом из псалмов. Ну, я прочитаю, буду читать из разных переводов, ну, синодальные, как правило, я упущу, это будет новый русский перевод, ну, и ещё один перевод, да. Псалом 31.1. Блажен, чьи преступления прощены и чьи грехи покрыты. В буквальном смысле это означает блаженный и это счастлив, да. Церковь, мы с вами можем считать себя счастливыми. Аминь. Я думаю, что все и каждый, кто здесь, он может себя назвать счастливым человеком. Счастливым, ну, даже потому, что он, сейчас он жив, да, он здоров, да, кто-то, может быть, болеет, но тем не менее. То есть мы все здесь, мы все вместе, мы все славим Бога, ищем Бога. И огромная привилегия свидетельствовать о том, что Бог сделал в твоей жизни. То есть я считаю, что это вообще самое лучшее, что можно, да, поделиться это своим свидетельствами на Божьей работе, да. Не то, что кто-то сам, да. Сам я абсолютно ничего, и я бы уже давно умер, и меня бы просто-напросто не было, или убили, или умер бы от наркотиков, да. Но я благодаря Богу, я живой, я Его славлю, и хочу продолжать, да, еще раз. Меня зовут Юрий, в Самарской области. Родился я в семье, ну, скажем так, в обычной семье, далекой от веры в Бога. То есть родители были абсолютно неверующие. Дальше отец ушел, когда я учился в первом классе, вот, я его не особо помню. Ну, общение сейчас есть определенное, да, ну, как бы, время прошло. Мама в итоге так и не смогла устроить свою жизнь, то есть она так продолжала быть одна. Ну, я в итоге после окончания школы поступаю в политехнический институт, это Самара, сам ГТУ. Он сейчас существует, институт, наверняка вы все его знаете. Вот, на факультет химии, мне это пригодилось чуть позже, да, химико-технологический. Вот, я поучился, да, и в итоге я его не закончил. Ну, по одной простой причине, то, что меня познакомили с наркотиками. Да, и мне это очень понравилось. Сейчас в итоге центр реабилитации, центр реабилитации под Истрой, здесь много ребят находится, всем привет, да, из этого центра. Вот, и именно благодаря этому, сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что я именно узнал о Боге, именно о живом Боге, да. Бог коснулся моего сердца, я почувствовал первую любовь, да, любовь, когда ты понимаешь, что с тобой что-то происходит особенное, такое, чего ты никогда не испытывал, да. В 2000 году принимаю, осознанно принимаю водные крещения, отдаю свою жизнь Богу, да, никто меня не подталкивал, это было, ну, как бы, мое желание, желание служить, желание жить для Бога, желание жить для того, кто находится рядом с тобою. Далее, через какое-то время, принимаю решение и уезжаю назад к себе домой в город Новокуйбышск. Бог использует различные инструменты, да, процесс, то есть он идет, то есть Бог работает. Мне нравится одно выражение, да, я его прям прочитаю, что-то слушал, да, запомнил, записал его в свое время, да, иногда не мы выбираем книги, а книги выбирают нас. То есть я хочу немножко его поменять, то есть не мы выбираем Бога, а Бог выбирает нас. То есть Бог нас находит, Он нас выбирает, и Бог ничего не делает против нашей воли. Один из инструментов, который Бог использует, это нужда. То есть изначально, конечно, это не было нуждой в Боге, да, то есть когда я пришел, это была нужда прежде всего освободиться, когда я попал в центр реабилитации от смертельной зависимости, да, которая меня полностью сковала, да, и не только меня, но и всю мою семью, потому что, как правило, да, страдает один член, то есть с ним страдают все. То есть это как бы применимо и к семье, прежде всего тоже, потому что слово, оно затрагивает очень многие сферы, оно живо и действенно, да. Все, наверное, читали, кто здесь сидит, притч Иисуса Христа. Ну, это одно из учений Иисуса, где-то одна треть всех учений нашего Господа состоит из притчи. Это прекрасные истории из повседневной жизни, которые, ну, простым, доступным языком, иногда используя какие-то личности, которые просто вымышленные, да, но тем не менее, они учат нас духовным истинам, да. Я хочу сейчас, чтобы вы вспомнили притчу о Сеятеле. То есть я ее прочитаю, вот, это Матфея, 13 глава, с 3 по 9 стих. И он о многом говорил им в притчах. Сеятель вышел сеять. Когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой. Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Семена же, которые упали на хорошую почву, принесли урожай. Одни во 100, другие в 60, третьи в 30 раз больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышат. То есть объяснять, разбирать эту притчу я не буду. То есть я просто приведу ее в качестве примера, потому что вижу себя одним из тех зерен, которые Спаситель рассказывал. Далее он сам объясняет эту притчу. Это же глава стихи 20 и 21. Семя, ну я считаю, что Спаситель объясняет притчу, что нет смысла больше стараться как-то объяснить ее, перефразировать под себя. Нет. Абсолютно. Семя, упавшее на каменистую почву, это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его. Но у него нет корня. И потому его хватает лишь на короткое время. И когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается. Вот я был именно тем семенем, которое упало на камни, да, и не имел глубокого корня. И под палящим солнцем оно засохло. Но засохло не сразу, ведь это процесс, да, процесс, который, ну, постепенно, да, проходит. В Новокуйбышске я продолжил ходить в церковь. Кстати, здесь сидит пастор из этой церкви. Я был очень рад видеть. Да, прям порадовался. Слава Богу. Вот они продолжают двигаться вперед. Вот, ну, процесс продолжался. То есть, как я сказал, процесс того, что я умирал, умирал прежде всего духовно. То есть, я опять начал употреблять наркотики и пришел в состояние, ну, еще, скажем так, более худшее, чем у меня было. То есть, ну, началась вообще жуть, жуть страшная, да. И в итоге я оказываюсь в православном мужском монастыре, то есть, который находится в городе Сызрань, тоже Самарская область. Пока недалеко, я ушел там чуть-чуть подальше, да, расскажу куда. Дальше, да. Какое-то время я живу, где-то примерно год-полтора, освобождаюсь от наркотиков. Ну, физическая зависимость у меня проходит, но это не самое главное. И все, кто употребляет наркотики, это прекрасно понимают. То есть, это основное, это зависимость душевная, да, это больная душа, которая может исцелить, и исцелить может только Бог. То есть, человеку это не под силам, никаким не врачам. Врачам возможно только на какое-то там время оккупировать эти симптомы, но нужно менять. Нужно менять прежде всего это сознание. Я иду дальше в монастыре. И принимаю постриг, принимаю постриг, и постриг именно монашеский, становлюсь монахом, да. Меня называют отец, дают мне, да, кстати, вот это было пророчество, да, в центре облитации. Меня ребята называли отец, да, отец зуб, да. Смеялись, но на самом деле, оглядываясь назад, опять-таки понимаю, что это, ну, как бы Господь тогда проговаривал. Может быть, это покажется смешным, но это так и есть. Я как бы все это сопоставляю и говорю, ну, Господь, ну, как так вообще? Ты видел все, то, что будет, ты знал то, что будет со мной. То есть, ты смотрел за мной все это время, да, почему? Ну, Бог знает, да. Бог знает, как, и Бог знает, зачем, и Бог знает, почему. Еще в качестве примера, да, ну, сегодня вот девушка свидетельства, она касалась, это притча о блудном сыне. Она мне тоже очень нравится, и нравится, я думаю, всем, кто здесь сидит. Это прям напрямую связано именно с моей жизнью, с моим взглядом, с моим изменением моего сознания, да. Я прочитаю от Луки, 15 глава, с 11 по 24 стих. Иисус продолжал. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу, отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне. И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней. Но и тех ему не давали. Опомнившись, он сказал, сколько наемных работников в доме моего отца, у них и пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему, отец, я согрешил, я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном, обращайся со мной, как с одним из своих батраков. И он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал ему, отец, согрешил я против неба и против тебя, я больше не достоин называться твоим сыном. Но отец сказал своим слугам, идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему на палец перстень и обуйте его в сандалии. Приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться. Мы видим, как Бог благ. Даже если мы неверны, то он всегда остается верен. 2 Тимофея 2.13 Да, если мы неверны, он остается верным, потому что он не может изменить самому себе. Бог всегда верен своему слову. Первое, с чем начинает работать, это наше сознание. То есть, Бог меняет его, меняет наше мышление. Но это, видимо, в 17 стихе говорится о том, И опомнившись, он сказал, сколько наемных работников в доме моего отца. То есть, он опомнился, то есть, у него произошло изменение его сознания. То есть, он обратил именно внутренние свои глаза на Бога. На то, что он имел, на то, что Бог ему давал. На то, что когда-то он знал живого Бога, то, что когда-то он не испытывал нужды. То есть, именно нужды, да. Нужды, прежде всего, да, какая нужда между отцом и сыном, это прежде всего общение, да, общение. И в итоге я почувствовал жажду, почувствовал жажду по живому Богу. То есть, я понял то, что то направление, которое я выбрал, то есть, оно, ну, не то. Хотя и в монастыре, живя, и проводил я очень много времени в молитве, в молитве, я искал Бога, я его находил. То есть, неважно, когда говорил сегодня Волгоград, да, какие конфессии, там, православные, там, католики, там, протестанты, динаминации разные, неважно. То есть, Бог, он един. Не нужно его загонять в какие-то рамки. То есть, Бог и работает и в православии, и в католической церкви, да, для тех, кто его ищет. То есть, те сердца, которые ищут Бога, которые искренне пред Ним, то есть, он касается, он будет с тобой общаться, да. Но, тем не менее, то есть, я полностью перевернулся, да, я на 180 градусов, да, мы знаем, что это, это изменение, изменение поведения. Я взглянул на то, что было, и покаялся, да. А там же, в православном храме, как все это произошло, на одном из служений, ну, опять-таки, это Господь, да, я сейчас это вижу, я сейчас это четко понимаю, я встречаю свою будущую супругу. Она была верующей, православной. Вот, начинаю с ней общаться. То есть, ну, это запрещено для монархов. Обеду безбрачия, да, полная, то есть, женский пол и так далее, да. То есть, никаких, не смотри, да, он тем более не трогай, да, скажем так. Ну, не трогай, вот таком, в правильном ключе. Вот, мы начинаем с ней общаться, и в итоге я ухожу. То есть, сейчас мы живем уже порядка 13-14 лет, мы женаты, у нас двое прекрасных детей. Супруга ходит в церковь «Слово жизни». То есть, слава Богу. То есть, Бог работает, Бог творит чудеса. Хочу сказать еще одно. Исходя из того опыта, да, который был, сатане ему не дана власть побеждать. То, что может он делать, это, да, жало, жало в питу. То есть, единственное, что он может делать, да. Иногда мы воспринимаем это жало в питу, как какую-то его победу, но это не так. То есть, он уже проиграл, да, он проиграл уже там, на кресте, да. И мы, мы являемся победителями. Это значит, что наша надежда всегда сильнее его атак. И наш успех всегда сильнее наших неудач. Аминь. Нужно поверить Богу, поверить Его Слову. Давайте прочитаем одно прекрасное место из Писания, с обетованием. Я его прочитаю сам. Это из Икилии 36, 26. Бог сказал, я вселю в вас новый дух, изменю ваш разум. Я отберу у вас каменные сердца и замен их дам нежные человеческие сердца. Бог изменяет наш разум. Аминь. Для христианина очень важно не только слышать, но и понимать слово. Это понимание вкладывается именно в наш обновленный разум Духом Святым. Именно Дух Святой, да, ведет, именно он меняет, именно он наставляет, именно он утешает, когда это необходимо. Это личность, которая реальна, да. Это личность, которая желает общаться с каждым из нас. Это личность, которая отвечает. Которая отвечает на молитвы. Который слышит. Который всегда рядом. Который всегда остается верен. Тот, кто рожден от Бога, имеет сверхъестественную способность, сколько бы раз он не упал, подниматься. То есть эта благодать, она дана нам от Бога. Псалом 36, 23, 24. Господь радуется пути человека праведного и укрепляет его шаги, хотя и упасть тот может, не разобьется. За руку поддержит его Господь. Аминь. Спасибо. Аминь.